АЛЛО СТУДИЯ Ваши вопросы вы можете задавать к нам на сайт trksever.ru в рубрику «Алло Студия» либо в социальной сети ВКонтакте на страничке телеканала «Север». На все вопросы, которые поступят сегодня, мы постараемся ответить максимально быстро, и самое главное, чтобы эти ответы удовлетворили вас. Что ж, если вы помните, уходя на такие вот праздничные выходные на прошлой неделе, мы с вами пропустили одну программу «Алло Студия», и, следовательно, у меня было время для того, чтобы дать ответы, подготовить эти ответы по вопросам, которые поступили уже, получается, две недели назад. И, вы знаете, ответы мне удалось получить, поэтому начнем мы программу с ответов на те вопросы, которые вы задавали ранее. Что ж, все будем делать по порядку, не будем торопиться, и начнем мы, пожалуй, с того вопроса, который нам задавали, я так полагаю, может быть, жители Тельвиска, может быть, жители города, но, тем не менее, этих людей интересовало, когда же и как будет развиваться животноводство в селе Тельвиска. Мы нашли этот ответ, и ответ нам даст директор Нинской агропромышленной компании Анатолий Чудочин. Мы его заранее записали по телефону, и сейчас я предлагаю послушать его ответ. При моей встрече с губернатором округа Игоря Викторовича в прошлом году, в марте месяце, было принято принципиальное решение со стороны Игоря Викторовича, и я считаю, что это правильная позиция. В округе давно шли разговоры о реконструкции и строительстве нового животноводческого комплекса в поселке Хакел. То есть все поголовье должно было находиться там. Я всегда был противником этого. Та работа, которая ведется, я думаю, что она правильная. Сегодня разрабатывается ПСД на строительство телятников в селе Сельвиска, где будет содержаться 700 голов молодняка и нетелей. Следующий этап будет тоже разработка ПСД и реконструкция коровника на Хакеле. Если у нас сегодня там дойное стадо 306 голов, мы больше просто его не можем содержать, у нас нет места, то после этой реконструкции на Хакеле будет содержаться 500 дойных коров. При хозяйственном подходе, я думаю, что сегодня мы доим 4,5 тонны молока, будет 7 тонн молока. Я думаю, что данный ответ удовлетворил наших телезрителей. Кроме того, жители спрашивали, когда будет строиться дорога на Тельвиску. Этот ответ мы с вами сегодня услышим, но чуть позже мы будем связываться с начальником управления дорожной деятельности и транспорта Андреем Васильевичем Стручковым. Он будет на связи с нашей студией и обязательно даст полный ответ. Я напомню, что вас еще интересовал вопрос, куда же делся тот понтонный мост, который был установлен. Вот он тоже, собственно, все это нам расскажет. Вы присоединяйтесь к нашей программе по телефону 2-11-45, звоните и задавайте те вопросы, которые у вас накопились уже за целых две недели. Мы ждем этих вопросов, чтобы дать вам на них ответы. Ну а вот к нам, значит, в рубрику на сайте Алло Студия поступили слова благодарности. Напомню, что с пятницы по воскресенье наш телеканал вел прямую трансляцию с чемпионата по хоккею на Кубок губернатора Ненецкого округа. 10 часов прямого эфира. Ребята старались. И вот, в общем-то, за это и благодарят жители нашего округа. Вас, мои коллеги, потому что я не работала, не могу принимать на свой счет слова благодарности и данные. 2-11-45, телефон прямого эфира. Это программа Алло Студия. Продолжаю отвечать на вопросы, которые вы задавали ранее. Один из таких вопросов касался предприятий Рыбак-Колхоз Союза. А именно, жители, как мне помнится, звали Николай, этого человека, спрашивал, куда же Рыбак-Колхоз Союз сбывает всю выловленную рыбу. Потому что один магазин у нас на территории города имеется. Во время эфира мы связывались с непосредственно самой компанией. Но тогда руководство не было на месте. А сегодня нам удалось дозвониться до руководителя. Скажу честно, что переговоры мы с ним вели еще с той недели. У нас все было согласовано. И, в общем-то, вот Алексей Алексеевич Детятев, руководитель Ненецкого Рыбак-Колхоз Союза, сегодня дал ответ на этот вопрос. Почему так мало продукции продается в магазинах Рыбак-Колхоз Союза в нашем городе? Жители округа интересуются, куда Ненецкий Рыбак-Колхоз Союз сбывает свою продукцию, помимо своего фирменного магазина Аргус. Вот следует на то, что маловато рыбы. Мы пытались расширить торговую. Все, два года назад открыли торговую точку в Нескателях. Нам через год приходилось закрыть эту торговую точку. Почему? Потому что выручки практически нет. Даже жители Нескателя все равно приехали в город к нам туда, в центральный магазин, нашу торговую точку покупали там. То есть объяснить, что это сложновато. Первое. Второе. Что мы пошли немножко по-другому пути. Когда мы сделали, расширили магазин, то есть брали выходные магазины, брали подведенные перезы. То есть получается, что все, что вы вылавливаете, оно все идет на реализацию к нам сюда, в округ. Вылавливаем гораздо больше. То есть мы закрываем рюмик. То есть у нас есть, допустим, раньше мы возили где-то раз в год. Сейчас мы ходим 4 раза в год. Понятно, что у нас то, что мы вылавливаем, там порядка 4-4 тысяч тонны рыбы, допустим, конечно, нет. Там тон 40 трески, примерно 30-40 трески реализуются здесь. У нас в округе, допустим, по большому счету, но есть сезонность. То есть мы представляем, то есть рыба у нас такого практически нету сегодня даже поиска. И основные виды практически такие есть. Ну, за исключением некоторых перерывов, там, может быть, в месяц, может быть, туда-сюда. То есть а 4 раза в год мы ходим. То есть что это дает? Это дает в том, что сроки годности, то есть сроки годности по реализации мы сохраняем. То есть продаем более свежую рыбу, то есть доставляем от, можно сказать, ну, от моря прямо по большому свежей доставляем на привалок города Наримария. В отличие от других, я не хочу, допустим, там ругать кого-то наших других торговых, но они все равно покупают, но что, в других мест, торговых этих, я думаю, что у них сроки реализации немножко подзавислены, то есть более поздние, чем у нас. Ну да, возникнет вопрос, да, вы сказали, что не все на реализацию в округ, а куда, если не секрет, еще уходит рыба? Это ваша уже коммерческая составляющая, так сказать, да? У кого есть деньги, где покупают, по большому счету. То есть сейчас в основном это покупают российские компании. Если раньше проеволюбировала Москва, рынки Москва, то сегодня поставщики покупают и в основном расходы по этому. То есть нету, то если раньше мы продавали 90% экспорт, допустим, на 10% России, то на сегодняшний день цифры 60% России, 40% экспорт примерно. И, коротенечко, еще вот новый флот у вас будет, новый корабль, который сейчас строится в Турции. Вот что даст он предприятию? Ну, во-первых, проект 50-х годов, который существует, на котором сегодня работа, можно немножко устаревший. То есть, да, люди хотят доработать сегодня. На современной технике, да. На современной технике. Мы же хотим на хороших машинах, на современности. Точно так же и так получается, по большому счету. Но это, можно так сказать, черно-белое. Это так же, как Мерседес из Запорожья. Конечно, там будет другая себестоимость, будет более дешевле. Рыба будет более качественная, по большому счету. И мы, наверное, в деньгах выиграем, основная причина – это человеческий фактор. Потому что там ручного труда практически не будет. Я думаю, что из ответа Алексея Алексеевича Дитятева, напомню, что это он, рассказывал нам, руководитель Ненецкого рыбоколхозсоюза, о том, куда и в каких количествах сбывается добытая рыба, и сколько из нее попадает на прилавки фирменного магазина, который один-единственный в нашем городе, и почему он один. В общем-то, все было рассказано. Если есть еще какие-то уточняющие вопросы, уважаемые телезрители, то звоните и спрашивайте по телефону прямого эфира 2-11-45. Кстати, этот номер телефона вы можете использовать не только для того, чтобы пожаловаться. Может быть, вам есть кого похвалить, и мы с удовольствием это сделаем. И я думаю, те ответственные лица, которые сделали свое дело хорошо, я думаю, почему бы не поблагодарить их за хорошо проделанную работу. Пишите к нам ВКонтакте, на страничке телеканала «Север» в нашей группе. Ну и, конечно же, на сайте телеканала «Север» в рубрике «Алло Студия» регистрируйтесь. Достаточно простая форма, ее стоит заполнить, это не займет много времени, и написать свой вопрос. А мы уже будем добывать на него ответ. У нас есть телефонный звонок. Николай, здравствуйте. Я по поводу комментария Дитятева, директора рыбака Хосоиза. Что-то он непонятно, что так говорить, или лукавит. В газете недавно было сообщение, информация, что это статья у него, то, что он привозит рыбу два раза в год. Раньше привозили один раз в год, сейчас два раза. А вот сейчас сказал, что он уже четыре раза. То есть нестыковка получается? Нестыковка у него получается. Хорошо, давайте мы тоже попытаемся тогда выяснить, почему идут разницы в цифрах 2 и 4. То есть в газете написано четыре раза, да? Ой, два раза. В газете написано, что два раза. Два раза, да. А там уже четыре. Газета недавно еще на той неделе была. Хорошо. И еще вопрос. Где он сколько рыбы ловит, а не налоги, если куда-то в Бурман, за границу продает, то, значит, налоги-то туда идут, правильно? То есть налоги, да, получается, не в бюджет нашего с вами округа? Да, не в бюджет округа, наверное, идут. Угу, хорошо. И еще вопрос. По Печоре, начиная от Морхиды, кончая Устье Печоры, все рыболовецкие участки под рыбаков стоюжем находятся, но больше половины они эти рыбоучастки не используют. Угу. Потому что я сам рыбак, я знаю, где эти ионные рыбоучастки, вот, сколько лет рыбачу, ни одного рыболовецкие участки он не эксплуатирует. Угу. А вы сами где рыбу ловите? Я рыбу ловлю по Печоре. По Печоре. Я так, коммунаж, мне дают поты. Угу. То, что, например, рыбаковые участки за ним закреплены, но они их и не используют. Угу. И люди, получается, там ловить тоже не могут. И люди ловить не могут. И он их зафрактовал. Угу. Хорошо, Николай, мы свяжемся тогда еще раз с Алексеем Алексеевичем, чтобы он нам пояснил ответы на данный вопрос, поставленный вами. А вас хочу поблагодарить за то, что вы такой у нас преданный телезритель. Всегда с нами. Спасибо большое, Николай. 2-11-45, телефон прямого эфира. Мы попытаемся найти ответы на данные вопросы. Есть у нас еще один ответ на вопрос, который был задан две недели назад. Напоминаю, что в прошлый понедельник мы не выходили, так как был выходной день. Мы с вами праздновали замечательный праздник, 8 марта. Вопросы, они остались. Я, как и обещала, даю на них ответы, потому что обещание привыкло сдерживать. Итак, был у нас вопрос по социальной очереди. Жительница округа спрашивала, почему в городе не движется социальная очередь. Невозможно получить квартиру уже долгие-долгие годы именно по социальной очереди. Я попрошу не путать с другими остальными. И сегодня мы связались по телефону с человеком, который нам дал ответ. Это руководитель отдела по жилищным и социальным вопросам администрации города Анатолий Руденко. Давайте послушаем, что он нам сказал. В прошлом году мы получили чуть-чуть более 100 квартир по очереди. Конкретно, сколько выдано ключей, я вам не могу сказать, потому что у нас тенденция идет к отказу почему-то. Очень много отказывается от трехэтажных быстровозводимых домов, очередников именно. Поэтому мы уже на двухкомнатные квартиры рассматриваем пятисотых. Но по тенденции движения очереди, потому что не только же мы предоставляем квартиры по очереди, а также предоставляют гражданам квартиры, как округ по другим категориям, также предоставляются субсидии. Поэтому мы снимаем всех. И информацию о том, как у нас это движение происходит, я вам могу сказать, если у нас в прошлом году, в соответствии с 595 окружным законом, перерегистрация очередников происходит раз в году, по состоянию на 1 января. Поэтому в 2014 году, по состоянию на 1 января, у нас фактически было 1905 человек, в этом году у нас 1793. 112 очередников. Продвинулась очередь. Просто она движется не так, что вот первые 112 человек ушли, эти подвинулись. Кто-то продвинулся, может быть, на 100 человек, кто-то продвинулся на 70. Потому что мы, когда предоставляем квартиру по очереди, люди проходят перерегистрацию, сдают документы, подтверждают свое право. Если, например, первые там 20-30 человек сдали документы, то какая-то часть из них подтвердилась, скажем, на 1-комнатные, какая-то на 2-х, какая-то на 3-комнатные. Из 100 квартир у нас 1-комнатных было всего 15. Поэтому понятно, что первые, кто стояли на 1-комнатной квартире, получат 1-комнатные квартиры, а следующие, там 16-й, 17-й, 18-й, уже не получат эти квартиры, потому что они останутся стоять. А те, кто нуждается в 2-х или 3-комнатных, будут рассматриваться за ними. Поэтому вот и очередь предоставляется неоднородно. Она не может однородно предоставляться, так как запланировать строительство квартир невозможно на состав семьи, который заявлялся в 90-х, 80-х годах. Кто-то женился, кто-то родился, кого-то не стало. Понятно, что составы семьи меняются. Да, составы семьи меняются, причем они меняются буквально за полгода. А можно сказать самую дальнюю дату, когда человек становился на учет вот в этой очереди? На сегодняшний день у нас в очереди первый, под номером 1, очередник Кислякова Надежды Семеновны. Это общедоступная информация. Она есть на сайте, она есть в администрации, у нас в отделе вывешена. Стала в очередь 21 апреля 81-го года. Да, но она не предоставила документы по перерегистрации, поэтому ее не рассматривали. Я думаю, что ответ тоже был более чем исчерпывающий. И жительница города, которая его сдала, теперь понимает, как у нас продвигается очередь. И примерно понять, да, когда они получат свое жилье, потому что у нас первый очередник был поставлен на учет аж в 1981 году. Представляете? Мне даже страшно подумать, когда подойдет очередь всех остальных граждан, которые вставали на очередь чуть позднее. 2.11.45, телефон прямого эфира. Это программа «Алло Студия». Я вам готова сказать «Алло Студия» и говорю «Здравствуйте». Здравствуйте. Здравствуйте. Спрашивайте, пожалуйста. Так, значит, я уже сказала, что я проживаю в селе Великовисочное в многоквартирном доме. Значит, два года назад от нас отказалась управляющая компания в лице местного ЖКХ. Вот. И до сих пор мы находимся, так сказать, ну, под своей опекой. Потому что нет у нас управляющей компании. Значит, никто не выполняет наши, никакие услуги. В общем, мы брошенные, так сказать, квартиросъемщики оказались. Хорошо. А чем у вас раньше занималась управляющая компания? Потому что, я насколько знаю, в сельско-населенных пунктах управляющая компания выкачивает септики, что там за отопление, да, берут, уборка. Это все лежит на плечах самих жильцов. Ну вот, а сейчас-то, понимаете, ведь какая проблема оказалась? У нас в доме 5 собственников. И все мы глубокие пенсионеры. Что-то сделать с этими самыми септиками, которых, знаете, туалеты прямого падения. И все эти выгребные помойные ямы нам очистить не под силу. Ну это конечно, конечно. Вот. А управляющей-то компании нет, сельский-то совет нам не оказывает помощь. Хорошо. И вот мы остались один на один со своей проблемой. Сейчас весна. А скажите, у вас там есть адреса, домов, нумерации, чтобы мы сейчас позвонили в ваш сельский совет и спросили точно. Скажите, пожалуйста, я запишу. Дом 82. Дом? А улиц нет, да? Нет, у нас улиц нет. Дом 82. Но в таком же положении у нас и другие дома. Я только не знаю нумерацию их, не очень обращаю внимание. У нас еще, значит, помимо нашего дома, еще три многоквартирных дома. Вот. И сейчас, значит, четвертый построенный дом. Тоже, по всей вероятности, его ждет такая же участь. Хорошо. Давайте мы сейчас будем пытаться дозваниваться в ваш сельский совет, чтобы получить ответ, а вы уже оставайтесь с нами и, пожалуйста, не переключайтесь. Но я так думаю, что вы там не дозвонитесь, потому что у нас там и у главы находится где-то, не знаю. А мы попытаемся. Тогда на мобильный телефон попытаемся выходить. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Спасибо вам большое. Екатерина, да, вас зовут? Екатерина Неконоровна. Спасибо большое, Екатерина Неконоровна. Так, значит, мы сейчас будем пытаться дозваниваться в Великовисочный сельсовет и Ирину редактора попрошу сделать все возможное, чтобы добыть, быть может, даже мобильный телефон, чтобы дозвониться до ответственных лиц и понять, почему пенсионеры страдают, потому что ведь действительно те же септики убирают, ну как, люди же сами не могут выйти с лопатами, с бочками какими-то и всем этим делом заниматься. Это непорядок. 2.11.45, есть телефонный звонок. Здравствуйте, Мария. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос. Так, я хотела уточнить, будет ли выплачиваться единовременная компенсационная выплата медицинским сестрам при переезде в сельскую местность или только врачам? Так, при переезде в сельскую местность, да, либо только врачам. Ага. Хорошо, сейчас мы попытаемся дозвониться до управления здравоохранением, чтобы они дали вам ответ, а вы оставайтесь с нами, Мария. Спасибо вам большое за вопрос. Итак, Ирина, пожалуйста, дозванивайтесь. Начнем с Великовисочного сельсовета. Если не получится, будем звонить в управление здравоохранения. Попрошу всех наших коллег подключиться, чтобы обеспечить номерами телефонов редактора. Сегодня вот очень большой наплыв звонков, очень много ответов. И, в общем-то, чтобы мы сработали оперативно, чтобы у нас все замечательно получилось. Будем работать в одной команде. 2.11.45 звоните. Кроме того, пишите, если нет возможности звонить в прямой эфир, пишите на сайте trksever.ru в рубрике «Алло Студия» либо в социальной сети ВКонтакте на нашей страничке телеканал «Север». Вы там тоже можете задавать свои вопросы, можете оставлять пожелания. Мы будем пытаться дозваниваться и искать ответы. Напомню, что сегодня мы еще будем с вами пытаться связываться с начальником управления дорожной деятельности транспорта, чтобы он нам дал ответ по строительству дороги на Тельвиску. Более того, я вот прямо уже вам раскрываю все карты. У нас сегодня будет еще на связи со студией мой коллега Олег Танзейский. Сегодня он отправился в своеобразный рейд. Благое дело сделали. Повесили на остановках общественного транспорта таблички с расписанием автобусов. Я лично сама видела, хотя на автобусах не езжу, но мимо прохожу. Видела, обратила внимание. А оказывается, таблички эти уже срывают. Срывает нас не ветер, срывают граждане, ломают их. Зачем это делают, непонятно. И вот мой коллега Олег Танзейский отправился в такой своеобразный рейд, чтобы понять, сколько таких табличек осталось, удалось ли уже поймать тех самых нарушителей, которые занимаются, на мой взгляд, варварскими вещами. Зачем это делать? Ведь то, что делается, делается для удобства жителей города. Иначе в противном случае, когда не было этих табличек, было очень и очень неудобно. Более того, могу дать ответ на вопрос, который, быть может, когда-то и последует, может быть, даже в сегодняшней программе. Ветер бушевал у нас очень сильный на минувших выходных. С некоторых домов посрывало сайдинг. Так вот, как пояснили в мэрии города, с этим вопросом нужно обращаться не в мэрию, а в управляющую компанию. То самое, которое обслуживает ваш дом. Чтобы уже коммунальщики приехали и посмотрели, что делать с сайдингом, который ветер разорвал буквально в клочья. Ну и уже, наверное, искать виноватых. Либо это была так некачественно сделана работа по обшивке дома, либо это такой материал оказался неустойчивый к нашим северным ветрам, либо это был ветер какой-то зверской силы, перед которым не устоял даже сайдинг. Металл. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария Владимирова. Это программа Алло Студия. Прямой эфир. К нам обратилась девушка по имени Мария с вопросом будут ли выплачивать единовременную компенсационную выплату медицинским сестрам при переезде в населенный пункт на работу. Девушка, мы на такие вопросы, этот вопрос мы не даем ответа. Мы же записываем конкретно на талончике. Так, хорошо. А подскажите, куда мы можем позвонить, чтобы мы получили этот ответ? Ну, это, наверное, в бухгалтерию надо позвонить. Так, 6 50 63. 6 50? Ну, это расчетная часть. У них, вы знаете, номер телефона? Угу. Спасибо. Угу. До свидания. До свидания. Так, не получилось у нас взять ответ, потому что тут по каким-то талончикам дают ответы. Ну, я надеюсь, мы без талона сегодня и без очереди пробьемся, потому что на самом деле вопрос, который может интересовать не только одну Марию, но и остальных жителей, которые, например, соберутся переехать работать в населенный пункт. 2-11-45, телефон прямого эфира, звоните, спрашивайте, задавайте вопросы. Кстати, хочу отметить, что если мы не успеваем в рамках сегодняшней программы вам дать ответы, то обещаем это сделать к следующей, потому что вы сами видите, как порой бывает очень трудно дозвониться до тех лиц, которые могут дать нам ответ. По крайней мере, вот у нас уже три персоны на очереди, и вот, как видите, дозваниваться достаточно сложно, но мы будем это делать, чтобы вам дать ответы на интересующие вас вопросы. Более того, хочу обратиться к своей замечательной красной трибуне. Вот она стоит, она свободна. А почему она свободна? Потому что она предусмотрена для гостей. Если вам есть, что рассказать в оперативном порядке, в оперативном режиме, приходите, становитесь сюда и рассказывайте. Кроме того, я сюда призываю приходить, например, тех, кому есть, что рассказать из ответственных лиц, это тоже будет интересно. Так что присоединяйтесь к нашей программе «Алло Студия», телефон прямого эфира 2-11-45. Я вот удивляюсь даже, у нас про гололед никто ничего не говорит сегодня, хотя гололед ужасный, если честно. Хотелось, чтобы посыпали, потому что я знаю, что некоторые управляющие компании, так, у меня есть команда от режиссера, у нас телефонный звонок. Алло. Тишина. Так, будем прорываться, дозваниваемся, 2-11-45, наш телефонный звонок. Вот продолжим про коммунальщиков, вот в некоторых дворах настолько скользко, люди падают и ломают действительно себе руки и ноги, и когда граждане обращаются в управляющую компанию с просьбой посыпать, то говорят, мол, в понедельник. Так что по выходным, уважаемые горожане, передвигайтесь предельно аккуратно и осторожно, чтобы не навредить себе. Так, алло. Так, давайте еще попытаемся, мы тогда связаться с моим коллегой Олегом Хатанзейским, Хатанзейским, потому что он находится у нас прямо-таки на остановках где-то и готов нам рассказать о том, как обстоят дела с этими самыми табличками, о которых я вам говорила ранее, если пока у нас не получается дозвониться в управление здравоохранения, не в сельский совет великовисочный. Алло. У меня вопрос не по здравоохранению. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. из Макарова беспокоит Павел. Еще раз. Из Макарова вас беспокоит. А, из Макарова. Угу. И, так, у меня к вам такой вот вопрос. Знаете, у нас уже четвертый месяц, как фельдшерский пункт переведен в новое здание. Так. Ну, понимаете, но там нет телефона. Точка действующая осталась в старом помещении. Куда бы мы не звонили, кому бы не обращались, буквально сегодня со старостью разговаривал. Никто не знает, почему новый телефон не ставят. Это очень неудобно. А как вы сейчас врача вызываете? Врача ходим пешком направляют. Да, вот буквально сегодня мужчина утром приходил, вообще у него жена плохо стало, что врач пришел. Угу. Хотя, думаю, телефон у него есть. Хорошо, значит, давайте. Это уже должен делать, а вот заявка давно-давно есть, почему-то не переносит, не знаю. Хорошо, в Макарово медицинский пункт вы в новое здание перевели, телефон не установили. Давайте мы тоже попытаемся найти ответ на этот вопрос. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Так, вот видите, сколько у нас вопросов, я так даже вот посмотрю на часы и боюсь, как бы нам все успеть сегодня осветить. Мы дозваниваемся по всем источникам, по каким только можно дозвониться, чтобы получить ответы на интересующие вопросы. Я вот думаю, что в управлении здравоохранения мы адресуем сразу два вопроса касаемо выплаты, касаемо телефона, потому что, ну, ведомство медицинское, по медицине сегодня пойдем. 2145 наш телефон, звоните, задавайте вопросы, мы будем искать на них ответы. Олег. Алло, Маша, привет. Привет. Вот я, как и обещала, Олег Итанзейский, мой коллега на связи со студией. Олег, расскажи, пожалуйста, что там с этими пресловутыми табличками произошло, что ты увидел своими глазами? Ну что ж, пообщался я уже с представителем АТП. В общем, в городе было установлено 37 расписаний. Всего в городе 55 остановок, которые мы на 37 расписали и на данный момент. В итоге 8 уже испорчено, то есть какие-то рисунки, поджоги и так далее. Одно вообще пропало. Но остановки монтажников, высказали, его сняли, табло, и куда-то унесли. Домой быть может. Что? Домой, наверное, чтобы смотреть, да. Домой так и считают, да, потому что очень ценное табло, информация, расписание найти нынче, я так понимаю, сложно, коль уж так поступает. А 8 табло испорчено, мы всех их сейчас посмотрели, засняли, в общем, увидели кошмар. Поджигают табло, рисуют на них, признаются в любви на них, в общем, что только не делают, поливают краской. Я не знаю, для чего это все на самом деле. ВТП сказали, что каждая такая табличка стоит почти тысячу рублей. Сейчас им предстоит закупать новые, но сказали, насколько долго, неизвестно, потому что вот установили буквально две недели назад, и спустя две недели уже несколько попорчено. Что будет дальше, страшно представить на самом деле. Олег, а есть возможность как-то по камерам видеонаблюдения вычислить, кто это сделал? К сожалению, нельзя, потому что видеокамеры вблизи остановок не установлены, и мне сказали, что установить их не получится, потому что это не в силе АТП, да и очень дорогостоящая ситуация. Но есть другая, не менее важная информация. Вот в автобусах сейчас устанавливают видеокамеры, все для чего, потому что все чаще в автобусах происходят конфликты. Вчера был последний, а последний был вчера, рассказали ВТП. Значит, в районе остановки «Факел» молодые люди открыли стрельбу из пневматического оружия по пассажирам. Молодые люди другие заступились, в общем, удалось их из автобуса выгнать, но на этом неизвестные не остановились, и стрельбу продолжили по автобусу, в итоге выбили несколько стекол. Это официальные данные, полиция сейчас разбирается и с этим делом, но пока что никаких сцепок нету. Вот, Олег... Сейчас вся надежда на видеокамеру, которая установлена в автобусе. Прямо все время какой-то экшен привозишь, вот у тебя удается, очень замечательно. Отправишь по одной теме, Олег привозит еще миллионы очень интересных. Спасибо тебе. Да, спасибо тебе большое. Я думаю, что там свидетели, наверное, будут, которые смогут подсказать сотрудникам полиции, кто же занимался такими вот, по-моему, противоправными стопроцентными действиями. Есть свидетели? Нет, а свидетели, конечно же, есть, да, но сейчас вот видеосъемку будут изучать и там, по сути, я думаю, должны вычислить лица тех, кто это совершил. Я, Олег, благодарю тебя за выход в эфир. Вот, кстати говоря, по ходу пьесы, так сказать, ты пока находишься на улице, может, еще какие-то интересные вещи заметишь, узнаешь, ты дозванивайся к нам в программу, мы с удовольствием тебя послушаем. Могу только одно сказать еще. Сна пришла, дороги в ужасном состоянии. Я уже об этом, кстати, говорила минутами, пять минут ранее, наверное, говорила об этом, о дорогах. Они действительно плохие по всему городу? Да, действительно, очень плохие. Уже потоп настоящий. Это только середина марта, грубо говоря. Что будет дальше? Я думаю, дальше будет еще хуже. Да. Потому что грязь, плякость, уже яма появились, почки. В общем, как-то вот так вот. Хорошо, мы обсудим с тобой эту тему и, быть может, в следующей программе посвятим этой теме целых 50 минут, поговорим. спасибо тебе большое, Олег, за твое выступление, за работу замечательную. Спасибо. Это программа Алло Студия. Давайте будем уже дозваниваться в управление здравоохранения. Аж целых два вопроса у нас висит к лицам, которые там работают. Кстати говоря, про плохие дороги. Лужи уже появились. Вы знаете, вот улица Вучейского начинает опять у нас плыть. Я себе заказала резиновые сапоги, сегодня буду выкупать. Вот, потому что хочется ходить, чтобы ноги у меня не мокли. Вам советую последовать моему примеру, чтобы заранее, как говорится, готовить сани летом или гостюмой. 2.11.45. Кроме того, у нас есть целый сайт trksever.ru и рубрика там отдельно заведена, Алло Студия, куда вы можете писать свои вопросы. Пишите пожелания или пишите к нам в социальной сети ВКонтакте на страничке телеканала Север, страничка открытая. Мы всегда рады гостям и очень рады вашим обращениям. И, конечно, тоже по желаниям. Вопросов у нас уже много. Программа востребована. Вы спрашиваете, мы стараемся отвечать. Напоминаю, что если вы сегодня не услышите ответ на ваш вопрос, то мы обязательно подготовим его к следующей программе. Мы еще не оставляли ни одного комментария вашего без ответа. Дозваниваемся. я хочу уточнить, куда мы дозваниваемся сейчас. Мы дозваниваемся в управление. так, гудки идут, обед уже закончен. У меня там часы, я смотрю. Так, к сожалению, пока не получается. Давайте сейчас тогда позвоним в департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и транспорта Ненецкого округа Андрею Васильевичу Стручкову, чтобы узнать, когда же будет дорога на Тельвицкую, что с тем мостом, который уже был как-то установлен понтонный, потом его куда-то сняли, что с ним произошло, непонятно. Вы хотите знать, мы тоже хотим знать наш чисто журналистский интерес. Преследуем здесь. Дозваниваться будем сейчас в департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого округа. И, конечно же, надеюсь, что мы получим ответ, потому что уже вот ни одну программу вы задаете этот вопрос. Вопрос интересует людей, следовательно, нужно давать на него ответ, развернутый и полноценный. Хотя вот в наших программах, других программах нашего канала уже неоднократно мы касались этой темы, но вот чтобы Вало Студия прозвучала, эта тема в полном объеме тоже очень сильно хочется. Звоним. Мы дозваниваемся, да? Ждем ответ от управления ЖКХ. Сейчас будем общаться, я понимаю. Да, к сожалению, как говорят, никого нет на месте, и ответ мы пока не получим, хотя обещали. Ну что ж, я думаю, мы чуть попозже созвонимся и все равно попытаемся найти ответ. Так, у нас, значит, еще есть Великовисочная. Надо позвонить в Сельский совет Великовисочный. Там тоже не берут трубку. Вот прямо, знаете, есть такая хорошая поговорка, нельзя никаких дел начинать в понедельник и в пятницу, потому что... А, ЖКХ планерка, через час только будут свободны. Это значит, что в этот раз мы не получим ответ на вопрос про дорогу. Будем его к следующему понедельнику тогда готовить. Давайте еще раз Великовисочная позвоним. Вы можете там звонить не только главе, а специалистам, ведь там не один человек работает, и номера телефона, наверное, должны несколько быть представлены. Кстати, если вы знаете номер телефона, вы можете нам позвонить. Екатерина, Екатерина, позвоните нам, пожалуйста. Если вы знаете номер телефончика, сообщите, чтобы нам было проще дозвониться до вашего сельского совета и потребовать ответ. Почему? нет управляющих компаний у вашего дома. Вот. 2-11-45 наш телефон. Звоните. Нам телефонов надо уже поставить, наверное, 5 штук, чтобы мы справлялись и смогли очень много принимать звонков и делать исходящих вызовов. Это программа Алло Студия. Я жду ваших телефонных звонков с вашими жалобами, с вашими комментариями каких-либо ситуаций, событий. Может, вам есть что-то сказать на то, что происходит в нашем городе, в округе на данный момент. Поделиться вашей радостью. Вот знаете, мы же очень много ругаем. Давайте будем тоже хвалить иногда, потому что невозможно без похвалы работать. 2-11-45. Звоните или пишите на сайте телеканала Север. Пока что вы ничего туда не написали в рубрику Алло Студия, либо оставляйте ваши вопросы в социальной сети ВКонтакте на нашей страничке. Страничка открытая. И пока что, пока что она у нас тоже без ваших вопросов. Но я думаю, что вопросы может поступить. На самом деле у нас столько много вопросов с вами, которые нужно отработать во время этой программы. Все лишь дело времени. Мы ждем, когда удастся дозвониться сейчас уже в Великовисточный сельсовет. Наверняка там есть какой-то специалист, который нам может дать ответ. Еще у нас есть вопрос от Николая, адресованный, опять же, директору Невского рыбак-колхоза Союза по числу, по числу раз, которые сюда завозят рыбу. Потому что информация разница. Вот Николай очень пристально следит за деятельностью этого предприятия, потому что сам является рыбаком. Кроме того, напомню, он хочет узнать, почему рыбак-колхоз не эксплуатирует те самые участки, которые отведены ему под рыболовство. Ну, попытаемся. так. Значит, Великовисточная у нас глава отсутствует. Исполняющий обязанности не берет трубку. Может быть, может быть. Населенный пункт. Наверняка вы обладаете мобильными телефонами друг друга. Дайте нам, пожалуйста, телефончик. Мы попытаемся дозвониться. Так будет гораздо быстрее, потому что на стационарный, наверное, сейчас у нас мобильный был, да, мобильную трубочку не берут. Ну, давайте будем настойчивыми, будем звонить, звонить, еще раз звонить. И в управление здравоохранением. У нас несколько вопросов. В управление здравоохранением, в отдел, который занимается компенсационными выплатами. Вот интересно даже, что это за отдел такой, потому что ни разу сама лично не сталкивалась. Хочется получить ответ на вопрос все-таки, который вы нам задаете, уважаемые телезрители. 2-11-45 наш телефон. Звоните, спрашивайте. Я знаю, что вот наш редактор сейчас зазвонилась куда-то в Великовисочной. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Вас из Наринмара беспокоит программа Алло Студия. Меня зовут Мария Владимирова. Прямой эфир. К нам позвонили жители вашего муниципального образования. Их интересует вопрос, почему у трех домов, в частности дома 82, отсутствует управляющая компания? Можете дать ответ на этот вопрос? Так, не готова я вам дать ответ на этот вопрос. Как отсутствует? Вот позвонили жители, сказали, что у дома 82 еще двух многоквартирных домов нет управляющей компанией уже несколько месяцев. Так, вы можете мне перезвонить через пять минут, потому что мне еще неудобно разговаривать. Что вы будете делать? А неудобно разговаривать? А вы трубку возьмете? Ну, естественно, возьму. Хорошо, через пять минут мы вам перезвоним. Подготовьте, пожалуйста, информацию. Мы позвоним. Спасибо. Спасибо. Так, давайте тогда будем дозваниваться в управление здравоохранения. Вот видите, как бывает. Пять минут, пять минут, надеемся, что потом мы получим ответ. Хотя, как показывает практика, когда просят перезвонить через некоторое время, трубку не берут. Но самое главное, что потом мы все равно дозвонимся, и вы услышите этот ответ, услышите ответ на ваш вопрос. Управление здравоохранения нас интересует, потому что у нас целых два вопроса к ним. По отсутствию телефона в медицинском пункте в деревне Макарова и по единовременным компенсационным выплатам медсестрам, которые решат выехать и работать в населенный пункт Ненецкого округа. Сегодня очень горячая такая пора, очень много работы у редакторов, которые пытаются дозвониться. Я понимаю, как трудно просто так людям дозвониться и получить ответ на вопрос, потому что даже нам, как вы видите, в рамках прямого эфира достаточно сложно это сделать. И многие спрашивают, почему программа выходит в такое время неудобная, конечно, она может быть и неудобная для телезрителей, но она самая удобная, чтобы застать чиновников, руководителей и учреждений предприятий на своем рабочем месте, потому что если мы будем выходить в вечернее время, вы должны понимать, что мы никого просто не застанем и мы никогда не получим ответы на вопросы в рамках прямого эфира. А нам это все-таки чаще удается делать, и вы сами свидетели того, как люди охотно или неохотно отвечают на поставленные вопросы. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Это программа Алло Студия, меня зовут Мария Владимирова, мы в прямом эфире. Телезритель задает такой вопрос. Единовременно? Вот так вот мы реагируем на звонки из прямого эфира. Что ж, очень жаль. Может быть, технический сбой? Давайте попробуем еще раз дозвониться. Не будем раньше времени сейчас пока ругаться. Вот мне сегодня совершенно не хочется ругаться, правда. Хочется, чтобы все почему-то были радостными, хвалили друг друга за заслуги. Я вот хочу, например, похвалить управляющую компанию свою, которая очень оперативно отремонтировала дверь в подъезде, которая, кстати, срывала ветром. Представляете, железную дверь вырвала ветром. А вот сегодня прихожу на обед, а дверь уже на месте. Вот за это спасибо. Так что давайте будем благодарить. Все-таки добрые дела у нас тоже делаются. А песком надо посыпать, потому что очень скользко, невозможно ходить по городу. Вот и запасайтесь резиновыми сапогами. Олег Атанзейский проехал у нас по улицам, обнаружил много луж, много ям, дорога в плохом состоянии. Так что запасайтесь специальной обувью и пишите нам, как вы собираетесь эту весну переживать, переплывать, переходить, переезжать, то что угодно. Может быть, давайте с вами выработаем какие-то меры, как жить в условиях весны в Наринмаре. Так, теперь у нас здравоохранение трубку не берет. Ладно, я вам пообещаю, что мы на два этих вопроса дадим ответы. И, быть может, если получится, то по какой-то теме мы в выпуске новостей отработаем, например, по телефону, да, в деревне Макарова, потому что действительно в населенном пункте медицинского учреждения без телефона оно просто-напросто находиться не может. Не дай бог, что случится, как-то нужно ведь сообщить медицинским работникам о своем недуге. И тем более сейчас пора такая, когда все болеют, когда не очень-то комфортно себя чувствуют люди. Так что все должны быть на связи. И вообще связь у нас, тема тоже отдельной программы. 2.11.45, наш телефон. Времени в эфире у нас остается еще 8 минут. Через 2 минуты мы должны позвонить в Великолисточный сельсовет. Так что через минутку можно уже будет начинать дозваниваться, чтобы получить ответ. Почему же нет управляющих компанию сразу у трех многоквартирных домов? Как я поняла, пока что там не в курсе этой темы. Но сейчас наверняка будут выяснять. И в прямом эфире нам расскажут, почему так происходит. Хочется знать ответ. Алло. Алло. Да, Мария. Да. Еще раз здравствуйте. Ну что ж, есть ответ на вопрос, почему у трех многоквартирных домов? Многоквартирные дома у нас управляющие компании нет. В настоящее время мы как бы выбираем компанию. Так, а вот что делать людям? Вот там в основном они говорят пенсионеры. Вывозить, например, из септиков нечистоты, понятно, что у них нет такой возможности. Как быть? Ну вот, к сожалению, пока так. Пока управляющая компания не выбрана. Ну, а можно как-то ответить? Да, вот, например, септик наполнится, там перельется, но это неприятно. Может быть, сельский совет окажет какую-то им помощь? Да, будем думать. Я сама делаю в том, что проживаю в этом доме. Угу. И какая же самая проблема у меня с сельским сельско. Да, то есть вы вот можете сейчас сказать, что сельский совет возьмет эту проблему на исполнение, на решение? Нет, я не могу это рассказать, но пусть и выходом искать будем обязательно. Так, еще тогда следующий вопрос. А жильцы сейчас платят коммунальные платежи вот непосредственно за те услуги, которые им не оказываются? Либо они их все-таки не платят, как и полагается? Ну, как бы счета-то выставляются. Ну, выставляются за что? За отопление, за свет, за воду? За отопление, за свет, за воду, да. А за содержание, например, они за это сейчас не платят? Нет, нет. Ну, а давайте тогда хотя бы о сроках скажем, чтобы люди понимали, когда может появиться управляющая компания и с числа кого? У вас там есть в зеленом пункте вообще желающие заниматься этим? Ну, к сожалению, нет. То есть получается, что мы сейчас все равно не удовлетворили своим ответом тех жителей, которые обеспокоены этой проблемой? Ну, на сегодняшний день ситуация такая. Ну, так она же не может бесконечно так продолжаться. Как намерены решать проблему? Тогда давайте вот еще такой вопрос вам задам. Если, например, в ближайшие две недели не удастся выбрать управляющую компанию, на улице весна, все течет, понятно, что скоро все потечет из этих выгребных ям. Что делать-то? Будем решать эти проблемы. Будем решать проблему. Спасибо вам большое за ответ. Всего доброго. Скоро решение будет скорым. И самое главное, чтобы оно не ушло куда-то в долгий ящик, потому что, насколько я поняла, сейчас из ответа, то не скоро, наверное, решится эта проблема. Самое ближайшее время. Самое ближайшее время, да? Спасибо вам. Спасибо, что вы заверили и уверили. Так что, так что, Екатерина, ваш дом 82-й, плюс еще два многоквартирных дома. Скоро вы должны обзавестись управляющей компанией. А пока, ну что ж, я вот даже, мне, если честно, вас жалко, потому что, ну, я понимаю, что такое выгребная яма, какой-то запах может стоять даже в доме. Мне очень-то приятно. Тем более весна приходит. Пускай там уже поскорее у вас все разрешится. А вы надавливаете почаще на вашу муниципальную власть. Пускай она решает эту проблему. В общем, проблема-то, ну что? Наверняка, есть люди, которые хотят объединиться, захотят и создать свою какую-то управляющую компанию. Правильно? Почему бы и нет? Сами для себя работать. 2.11.45, телефон прямого эфира. У нас остается 4 минуты. Так, давайте подведем краткий итог. Управление здравоохранения по двум вопросам нас, в общем-то, сегодня бросило, скажем так, мягко говоря. Не берут трубку, сначала взяли, услышали, что прямой эфир, сбросили нас, потом трубку не берут. Тему мы разработаем обязательно. Это я говорю и Мария, и, к сожалению, я не спросила, как зовут жителя деревни Макарова. И смотрите телеканал Север, в любом случае, даже в ближайших выпусках новостей, либо вот, например, по компенсационным выплатам в программе социнфо, мы дадим вам этот ответ. также мы еще раз попытаемся связаться с рыбак-колхоз-союзом, чтобы отдать ответ такой же развернутый, как и вы слышали сегодня, для Николая. И у нас остается еще дорога на телевизор, к сожалению, ушли ответственные лица на планерку. Планерки по понедельникам дело, конечно, святое. Вот. Ну, я думаю, планерки рано или поздно закончатся, а проблемы, они остаются. А мы с вами, уважаемые телезрители, снова увидимся в следующий понедельник в 14.10. Я вам хочу сказать, что вы можете заранее побеспокоиться и задавать вопросы. Звоните по телефону нашей службы информации 4.93. Если вы заранее зададите вопрос, у нас будет время проработать ответ на него и дать его в развернутом виде в эфире. Если есть что-то в оперативном порядке, конечно же, звоните по телефону прямого эфира 2.11.45. Обладаете средствами электронными, средствами электронными, да, связи на интернет, например, то пишите к нам в социальных сетях на страничках телеканала «Север» либо на сайте www.trksever.ru в рубрике «Алло Студия». Напоминаю, что там нужно зарегистрироваться. И, кстати говоря, вот в рубрику «Алло Студия» и на страничке телеканала «Север» вы тоже можете заранее оставлять ваши вопросы. Вопросы могут быть различные. И вот есть еще красная трибуна. Я напоминаю, сюда я могу пригласить любого из вас. Будь то вы обычный житель города, округа, будь то вы чиновник или руководитель какого-то ведомства. И вот здесь мы с вами будем общаться, будем задавать вопросы, будем отвечать на них. И как вы понимаете, что гостей я приглашаю не просто так в студии, вот захотелось, накопилось, например, очень много вопросов по определенной теме от вас. Следовательно, я приглашаю руководителя, который может дать ответ на все, все, все вопросы. Напоминаю, что в следующий понедельник в 14.10 мы снова с вами увидимся на телеканале «Север» в программе «Алло Студия». А на сегодня время уже плавно подходит к своему завершению. Что смогли, то мы сделали. Вы сами видите, как непросто иногда дозваниваться до ответственных лиц, но тем не менее ответы мы получаем. И я обещаю, что те вопросы, которые вы нам задавали, мы обязательно их посветим в наших программах. Желаю вам здоровья, счастья. Увидимся в следующий понедельник. Всего доброго.